Кто тебя так изукрасил? Эй, ты меня слышишь? У меня сломано ребро. Зачем ты это со мной сделала? Да я для тебя даже пальцем не дотронулась. А искром стала жизнь! Испания, военные действия, поломанные судьбы. Это история о Кармен, но на сцене Липецкого драматического театра ее решили поставить иначе. Источник спектакля не новеллы Мереме и не опера Безе, а пьеса, написанная современным драматургом Дмитрием Минченком. Свои коррективы внесла и режиссер-хореограф из Хабаровска Анна Фекита. Она уверяет, липчан ждут одни сюрпризы. В драматическом театре очень редко, когда ставят это произведение. Поэтому начнем с этого, что это необычно. Во-вторых, сама стилистика спектакля очень необычная и для липецкого зрителей, и вообще, в принципе, для театра, поскольку это синтез пластики, музыки и слова. Такой синтез липецким актерам дался непросто. За два часа спектакля надо показать 20 танцевальных номеров. Минимум декораций, максимум эмоций. Александр Малахов играет Хосе. Каждый день он танцует и переживает на сцене по 7-8 часов. Режиссер даже на обычной репетиции требует полной отдачи. Вот такой нагрузки у нас никогда не было. То есть это очень, с одной стороны, интересный опыт, а с другой стороны, это очень трудно. Мне в процессе репетиции выбивали колени, плечо. То есть вот когда я мажусь мазью от синяков, я мажусь полностью, все тело. По словам актрисы Марии Пропастиной, ее кармен более человечная, чем в оригинале. Чтобы понять, как жили люди в то время, пришлось пересмотреть массу фильмов. Как переживала бы я, если бы я была кармен? Этот вопрос она задает себе каждую минуту, чтобы найти именно ту эмоцию, которая нужна в данный момент. Сейчас она плакала, потом она дерзкая, потом она любит. За секунду, конечно же, как вот мне, как человеку, сложновато это делать. Спасибо, вот у нас режиссеру очень нам помогает. В ней самой, кстати, очень много от кармен. И поэтому я как бы ей не рассказывала, но я за ней подглядывала. Поставить кармен Анна Фикита мечтала уже много лет. Она уже сейчас уверена, равнодушных в зале не будет. Правда, увидеть спектакль Лепчане смогут только в начале октября, когда актеры выйдут из отпуска и откроют новый театральный сезон. Наталья Медведева, Вадим Капанчук, ТВК Новости.